Лепесток рулит Друзья, я снова всем привет Ну что, продолжается наше действо Якутское Наши якутские приключения Отводим мы душу просто по полной программе Я сегодня по окуню прямо оторвался Как никогда Много-много мелкого окуня Немало крупного То есть поклевки все ощущаем в руку Кайфуем, блин Удочка прям четко Передает все в руку Все поклевки, вот видите что творится Не успевает, бывает блесна Коснуться дна уже Бабах, ну около дна вернее Играю, тут и по дну стучу бывает По-разному Короче говоря, это просто что-то с чем-то Удовольствию Просто нет предела Он клюет и клюет Ну вот приходится конечно ходить по лункам Не все с одной лунки Ну Не так сегодня много просверлено Как в предыдущую рыбалку Вот сегодня гораздо меньше лунок Но он клюет и клюет Это радует Это просто Что-то с чем-то Оба, вон он Видите что-то Сошел Такая съемка Видео дается просто как Элементарно Поставил камеру и снимай Ну бывает конечно некоторые фрагменты Упускаешь по той причине что хочется ловить и ловить Много чего не снимаю Потому что ну вот Просто бывает не до съемки Обо всем на свете забываешь Такие моменты Это Просто Опа блин Аж елы-палы Заболтался А шуточку выронил Из рук Сейчас друзья Надо чайку бахнуть Мы сегодня с Андрюхой Без обеда Вообще ничего Только чуть-чуть позавтракали Чаем с печеньками И целый день Просто не отпускает Друзья Такая рыбалка Не до еды Абсолютно не до еды Уже вечерком покушаем нормально Днем Ну просто никакая там еды Просто еще идти не так удобно Далековато Ну не то что там далеко Сколько тут километр может быть Да не будет даже километра По этой слякоти То есть Ну то что Под снегом много воды То есть ну как-то не очень хорошо ходится Было бы по гладкому-то Куда бы было бы приятнее ходить Так что обмываем Ребят чайком это дело Ваше здоровье Сейчас продолжим Ну чуть подальше от берега Еще крупнее друзья Сейчас еще дальше пройдем Посмотрим Поклевка Что такое К обеду друзья Стало клевать похуже Мелочи стало больше Время сейчас обеденное Уже наверное даже после обеденное Я честно Часов нету Время посмотреть негде Телефон в этом самом В палатке Я счастливый человек Часов не наблюдаю Зашел Ходим по лункам Ищем ищем Ну ничего Сейчас еще вечерочка будет наверное Блин О О О О Уже чуть покрупнее Лепесток конечно этот рулит Хорошая точка атаки для окуня И зачастую ребят поклевки прямо блин без инструмента не вытащить было Прямо самый По самой не балуйся Бамс Классно вообще Да что такое Царапка царапка Вон он царапает прям по кончику наверное должно быть хорошо видно Опа Есть О Размерчик получше идет К нам О Нифига поклевина Ух ты Какой Это боров Боровичок такой Влупил Вот такой вот ребят как он Красавчик Вообще огонь Опа Нифига понеслась Нашел то и заветную лунку Нифига Мелочи приятно Приятно подрост Расти до следующего года Опа Опа Это сошел уже посолидней был Вот так вот. нифига си хорошая поклевка просто подбагрил слегка поклевка была знатной были на 5 только лунку сменил друзья есть багрится багрится видимо тыкается в блесну то ли промахивается то ли что по губам провел есть глубина небольшая друзья метра два всего мы там стояли вот с той стороны глубже там на порядок мелочи приятно пожалуй отпустим сегодня мы рыбу забираем дмитриевичу нужно на зиму заготавливает заодно жилковатый опять сидит в югеевич творится вдруг выбил за бочину взял чуть зазевался друзья я думал щука вот такой удар был трындец просто аж удочкой закручить просто дело в том что пальцы чуть подмерзли подмерзли уже не так держу хорошо я то думал там щупакабра все сегодня по щуке отлетают а я сегодня по окуню на ура просто е-мое прыщи какое-то действовав продолжается сейчас поставил одну жерлицу пока сейчас может быть где-то под бережок сходить поймать пометчик окунька это крупноват будет на жерлицу сам замучает с флажками оба карабин расстегнул вот так вот да у меня одну сломала жерлицу повалил ее на бок как вот так конструкция верхушку щепки все одна и так ну опа царапает царапает ела зараза да что ты будешь делать опа ну да да что ты будешь делать не как тыкается тыкается в блюзну так четко вот улочку чувствую прямо засекаться не хочет надо тоже чайку бахнуть и на что-нибудь другое попробовать что это что это что то вот хочу попробовать немножко на другую оснастку еще дома друзья сделал такую-то оснастку страничком внизу и сюда вот такую лопатку сделал просто из пластмасски вырезал хочу попробовать походить пол для жерлица опять о нифигасе там эти исполнения идут взял несколько разных силиконовых приманкой приманок приманки делаю я сам в общем-то отливаю еще дома я делал попробуем что это даст не даст смотрю там помельче есть резина хотел испытать это дело здесь там еще другая у меня головка есть легкая граммов наверно 3-4 не больше не на побольше чуть даже так долго падает поклевка сразу ребят вот так вот отлично ничего себе и резина работает короче все работает вот такая красота из-за этой лопатки так достаточно такие сопротивления идут и она ну при подъеме мне скорее всего она как-то падает не так быстро царапка резину тыкает жир лично и для жир личника крупного будет пошла возня и на это уже получше и ключик уже не первую поклевку не все в кадре попали вот он именно не снизу бьет за тройника вот сзади как положено тройник даже получается как необязательный ну как бы он обязательный потому что меньше расходов щуки будет если наклюнет завтра попробую блесна мне покрупнее есть такая будем тренироваться на нее уже друзья вечередь начинает смеркаться потихонечку сейчас уже скоро времени надо будет идти в палатку ужин все приготовить в конце концов то мы не сова нахлебавший с андрюхой дорвались до нормальной рыбалки андрюха себя в ударе по щукам просто ребятам тоже себя по щуке хорошо если не упираясь в окуня и получает этого огромное удовольствие щуки мы еще половим время у нас еще полно бамс смотрите как так вот резину правда быстро раздалбивает порядке конечно можно попробовать без этой лопатки даже пожаднее будут поклевки есть поправил хвост игра пошла и поклевка сразу сошел на другую лунку перешел поклевка здесь больше всего было поймано сошел 5 тонн к начал работать опа опа вот вот проступила триндец вот уже невозможно местами так лунок даже не видно вот она тут где-то завтра свои лунки фиг найдешь значит сегодня утром вчерашний не мог найти снег помело конкретно меняешь лунку сразу практически поклевки причем практически на всех лунках с одной поцарапаешь чуть-чуть окуши подерешь окушков меняешь на другую переходишь там сразу же поклевки идут уже собираться надо ребят уже темнеет спичку затапливать надо прогорело все за день вчера то я ходил хотя бы регулярно подкидывал чтоб не прогорало бам нифига такой четкий тычок такой классный царапает зараза так нежно ребят все так и сел добился к вечеру крупники перестали клевать все крупники в основном в районе обеда пойманы блин пальцы по замерзли нафиг приманку нерви мне найдешь дорогу домой и помогать надо есть это классно ребята это вообще какой-то отвал башки полнейший а блин уже темнеет уже в палатку пора идти он не отпускает зараза клюет и клюет клюет и клюет когда клюет ребята сами знаете попробуй уйди отсюда блин чуть 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 не жерличник помельче бы чуть чуть помельче мне жерлица одна не установленная дверь всего с собой взял вечерний клев сумеречный клев начался дубасит и дубасит сейчас идем ладно друзья пора собираться клев не отпускает но идти то тоже надо ну что андрюх ты вообще бывал на таких рыбалках раньше много где половил покатался очень круто могу сказать сами они ну да тоже надо надо искать где где находится как я вот был со скалахи до рыбы там уверен стопудово полном ее просто не знаем где она находится да черт работает здесь вообще черта хотя казалось не нам и здесь не пробовали где у скопления большого черта черта самого надо попробовать все таки черта здесь нашего калининградского здесь много в этом месте много окон не чувствуется но он что то капризничает мозг погода потому что ну пока видишь это оттепель как бы она кути это оттепель абсолютно не годится она все делает для того чтобы я завтра просто не улетел ну по моему блин я не знаю скорее всего да и погода такая может быть ты завтра и не улетишь отмена рейса задержку там ничего провести в этом в аэропорту это время будет нормально тем более там такой серьезный аэропорт не ну не в аэропорту я думаю вернешься назад слава-то те не бросит конечно щупки собираются столько чтобы сколько ты не считал сколько ты поймал щук сегодня 14 щук поймал но это ушло много что-то сорвалось много то что вот лежит на льду 1 5 4 800 4 800 4 800 я думаю одна есть где-то с половиной остальные в районе двух с половиной так вот такой размер средний пару штук таких полторашек я взял мы сейчас поджарим мелко щука вкусно но вчера зашла у нас прям на ура на ужине прям вообще поэтому сейчас дойдем как дойти только с рыбой но рыбу оставим здесь ну да завтра на снежики забрать за дойдем и начну сразу жарить может быть нам палатку на даче прито перетаскивать палатку пристал воды у нас жуть просто везде воды много везде воды много посмотрим и дров у нас нет так нам еще поработать еще поработать конечно еще весь вещь но надо еще не закинутом дмитрий считать а неплохо платку половину сейчас около палатки я проходил там кучка такая хорошая может быть час заморочиться еще вечерком половить это же что-то думаю надо будет сейчас какую-нибудь удочку смастырить что-нибудь у меня вчера по запутал это плотвина который ночью клюнула вот так что сейчас надо будет что-то переоснаститься руки в конце концов отогреть нормально то мне можно много там можно поставить туда-сюда не знаю я вообще не платить как-то мне так это все мне вот щука окунь поклевки конечно ну вот я сегодня просто ничего не хочу вот не жирались ничего вот просто тут в руку вот это ощущение прям для меня не завтракали не обедали на лед просто сидим уже под за мной вечер принес просто друзья в прошлых видео прошло прошлого года многие спрашивают а чего там год не готовить а чего тут это сама рыбу не готовить ребят просто вот правда такой момент что ну не до готовки ты когда она клюет вот не отпустит ни в коем случае какой там готовка обеда да какой там там спрашивали почему мы едим дошираки элементарно потому что это пять минут и побежал дальше то есть такие моменты мы дошираки тоже взяли но пока еще до них не добирались вот поэтому ребят когда приезжаешь такое место потрясающе когда еще так рыба клюет какая там еда еще не допит какая там еда просто вот не до этого абсолютно вот мы сейчас сели уже собираться идти до андрюха наверно это было буран стоит да наверно наш да не пою потому что сейчас он по наледи он сейчас прочистил по верхам покатался по наледи потом отсюда в это завтра перед обратной дорогой надо мы сейчас рыбу соберем мешки и все все будет нормально за на поставим шапана ну ничего не замело снегом их что метить и будет возможно опять ночью всю ночь и кого знает так вроде проясняется он лишь не заряжает периодически чай чайок сила плане к будем собираться пойдем готовить себе ужин друзья ребят андрюха надубасил сегодня щуп просто просто трындец красавчик ну друзья получился один мешок и второй мешок стоит там хрен поднимешь блин почти полный ну когда уже запасы дмитриевича на объем я думаю дальше мы будем рыбу все отпускай ну что ребят многие там были вопросы там не знаю там как получится что слава часто возит там детский дом где дом престарелых но когда у них там есть нужда в этой рыбе потому что они не не всегда она им нужна тоже потому что здесь ее достаточно большое изобилие писали мне почему вы там не привезете с собой ребят но у меня нет столько денег чтобы зафрахтовать собственный самолет потому что здесь другой транспортной доступности просто нету то есть сейчас особенно сейчас нет ни зимника ничего есть только авиасообщение и доставка эта рыба будет до города ну например до того же якутска настолько дорогая что смысла ввести акуни и щук просто отсюда никакого нет но это будет слишком дорогое удовольствие и в итоге это щука окунь просто не стоит стоить тех денег которые затратишь на ее доставку ну и по этой причине здесь есть рыба здесь есть рыбалка то что здесь население мало рыбы выбивается в общем-то немного потому что местом они тоже так в охотку поймают себе сколько нужно и в общем на этом все было бы много рыбаков сами понимаете было бы мало рыбы лайка пойдем мы друзья выдвигаться в сторону нашего лагеря растапливать печку и готовиться к ночлегу может быть еще вечерком чего половим так что погнали давай попробуем слегка сорвать и может прокатит и сыр пол рваться начнет тогда надо вытаскивать попробуем слегка сорвать может прокатит может прокатит еще раз фух сюда мне руки все посечены этими окунями руки мокрые то у нифига себе тоже у тебя еще хлеще чем не на ребят трендец мы сегодня надуватели это какой-то трендец у перетащили палатку подкололча здравейших сейчас доширак какой пока заварим потом был уже щуку жарить штанов насваливалась налипла снега она растапливать печку расчехляться что-то на зарядку поставить класс вот теперь дала блин нет шут морозе с небольшой штаны все мокрые все мокрые не стоит так-то насквозь не промок внешне отвисают постоянно бывает что не штанина дать за пятки цепляется все вот тут набитого основного короче костюм то выдержал ничего не я внутри не промок хотя вообще будут наколенники хорошие достаточно герметично все я вообще в воде стоял даже не заметил не заметил что стоял воде вроде на снег коленками облокотился оказалось а короче в воде просто коленках не стану все в костюмчик держит так что это радует в том бы другом бы я пуже бы блин до трусов был мокрый был бы сейчас наколем розжигу свет хороший фонарик надо себе такой присмотреть мне нравится что он пауэрбанка работает бахну чайку с печенюшками потом да включится но я честно сегодня не так устал как вчера я вчера лунок миллион набурил не то так мелочевка в основном была чайком подливаешь баллон начинает мерзнуть готовили в палатке тепло было практически проблем никаких не возникало отопление у нас кончилось пока зато там такая тут система надо все сюда подвести сейчас мир нифигасе ребят целый день печка горела но ее закидали перед уходом да во сколько мы ушли в девять до где-то в девять ушли и печка у нас горела сейчас сколько у нас время разойдет синей давай мелкий сначала этих мелких того пускай чтобы она не заглохо совсем отлично разойдется сразу шикарная не ожидал у нас такой бонус вечером не надо печку дрова немножко уже в снегу повалялись сырые сырые пока они возьмутся время какое-то сейчас у нас будет все гораздо задача облегчена сейчас чай пить хорош подбивала крышку подбывал очестно должна хорошая печка друзья буквально углей осталось вполне нормально будет работать для значит приезжают ребята из-за не сети стоять на карася вот под подгон нам сделали на жарюху на вечерочку несколько карасиков самый раз сейчас нам будет еще щучка будет жареный карасик до пузыречили на есть тепло пошло мне честно нас тоже начало морить потихоньку такая эйфория пусть такой рыбалки сегодняшний руки все покоцаны короче говоря тема тепло вообще от печки пошло плывешь по тихой грусти первые пошло сковородка двухкрасивые сковородка двухкрасивые щуку место карася а я значит сейчас пойду и остальных карасей пожарю по якутски короче мы для если сегодня не сидим завтра утром поедим да даже обязательно потому что это холодном он тоже вкусно очень витинг это уже нарушение это уже нарушение они напить подчеркиваю что хочешь сегодня пушек вот особенно нравится с ними на и в жарен хвост да так знаете что стены наши палатки изменились значит я в чужой палатке они позвали меня запахом карася муку и понюхать по моему андрей как рыбалка жара уезжаешь завтра были блин вообще рыбал на огонь насладился насладился я насладился да я поймал с удовольствием который хотел вот ну конечно ловил бы ловил но душа моя успокоилась да осковина сбил в общем да осковина сбил все классно а куда эту рыбу не смотришь да все доскать а так поварил поварил поклевки разные жалко так можно было бы юкову хотя бы сделать перенести дать и пораньше мы были сегодня день обжорство вечер обжорство день карасе и щуки всего да а продуктов то набрали на месяц вперед нет тот самый маленький вы муку купили? да не наложите муку и пожарить вы килограмм взяли да? ну сейчас Андрюха делал огонь получился прям мы с таким удовольствием заточили вчера ну да ну мы закрылись тут было запах и слышно ну мы стояли напряжали то есть у вас фонарик как швейдит и у вас ему это сидим да 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 слава мне показываю там Марина Павловская я ничего не могу понять а тут прям реально так тут на … прям жарится и такая рывка раз по лобе туда раз оп она обратно уже пустая то есть это чтобы не падала рыбака падали в брюхо нашли володя прям чавканье не было слышно да друзья пища богов просто маночки обвалена до карачика разберусь еды с собой набрали будь здоров только походу мои половины приступаем поеданию карася там слава еще по своему рецепту готовит и замочили не будет понятно не мне в меня уже не влезло я уже щуки поел тесно за карася принес какого одного карася съешь и будешь сытый такой вкус интересный вкусоватый караси то ловишь ты их кушаешь ну немножко отличается наш вкус мне так кажется не в этом году неплохо карася половил вообще отлично много рыбалок хорошо было да ребят на лупились мы рыбы вообще без ничего да только одну рыбу даже хлеба не ели чистую рыбу без хлеба без всяких гарниров съели по огромному карасику щуки вот это от пузо просто так что друзья решили не пробовать даже сверлить лунки в палатке хотя 2 до дмитриевич там успешно ловит вроде бы там плотву всякую но не до этого мы вам сейчас опять снова обрубимся буду спать и завтра рано утром встанем с рассветом пойдем опять взял славу хомос знаете друзья я очень много лет назад когда-то пытался играть на нем какие-то базовые навыки наверное остались тут я как-то пробовал на днях но конечно уже много чего утрачено но какие-то базовые навыки должны быть сейчас попробуем что-нибудь слабать на нем так даже сейчас вспомнить как его правильно держать то ну как-то так друзья как раз я вам учиться учиться и учиться этому делу вот учись вот это дело слава пришел к нам на чаек о спасибо вот принес нам алтайского метку да что такое разжарила тут лишь поддувала сильно открыл как же это без алтайского метку супер спасибо слова это вот мой товарищ передал нам специально на нашу экспедицию чтобы мы кушали их мед вкусный и и радовались сейчас запробуем потом все без сахара без сахара он меня медом постоянно обеспечивает кстати в прошлом году славе присылал рамку меда сережа мне принес прям рамку для славы специально я отправил ну и такой мед отправляли шикардос у нас очень вкусный мед попробуйте ребят калининград давай сейчас это уже освоил немного инструмента смотрю ну так не ну ты уже какие-то мелодии я то еще пока не ну толком не могу я просто звуки какие-то делала мелодии пока мне этот рамштайн духа ну ты тогда больно бы более человек музыкальных нежели моя любимая песня развеселить вас а там раскислит нам из на ели со спула мы сидим плывем короче оба россии на лопались а я не стал на нему мы вообще у нас ужин но ничего более только рыба как нарубили сейчас просто придет и Продолжаем этот звук, получается. Перерожденный ивент. Дай ее ко мне баянай по-настоящему нагрозил. Прямо дайте пожму руку, это слава, это эпик. Я просто хочу твое видео скорее увидеть, когда оно выйдет. Я такого просто... Клянусь, это трэш. Это просто... Это один шанс на миллион. На миллиард, наверное, даже. На миллиард сейчас. Я не знаю, там таких эмоций, наверное, кто поможет. Да я сначала, ты не понял, тащу, что-то думаю, тяжеленькое. Как говорится, теперь я понял, откуда выделяется адреналин. Когда я в лунку заглянул, я офигел. Не, ну классный, классный тут вопросов нет. Это, это, разнотравья. Тем более мы что-то без сахара будем. Ну да. Забыли купить. Вот посластитесь. А, кстати, у нас сахароморик. Ну вот, я в Уфке оставляю термосовую. Ну да, надо будет. Но я как-то так уже, кстати, с Андрюхом я уже и пью. Ты это? Без сахара. Тару какую-нибудь возьми завтра, пакетик или что, сахар, придешь эти отсыплю. Угу. Ну знаете, вот от кота взял такие из дома. Смотри. Ха-ха-ха-ха-ха. Я также вожу, вожу, вожу сахароморик. Вожу тарелки, раз, Ромке, забуду тарелку. Ну что, Ромка, дай на тебе новую тарелку. Уже просто из-за багажа ничего больше не лезло. До кого ограничено 20 килограмм. Она вроде бы, казалось бы, 20 килограмм, это ж много. А когда начинаешь то-то-то-то и вроде по мелочам. Здесь эти балансиры, здесь жерлицы, здесь кусок сала, который сожрали собаки. Не, у меня еще есть нормальное сало, если что. У вас собаки сожрали ваше сало? Он исчез. Мы ложили, короче, вот так, за палат, как выходишь с входа, и Андрюха туда положил в снег. Я еще такой думаю, блин, оставлять на улице сало, как-то, блин, какие-нибудь зверьки прибегут или что. Такой думаю, ну пойди побояться нас-то. Не, не побоялись. Утром просыпаемся, сало исчезло. Мое сало испорченное исчезло. Тут собаки пошерстили. Будьте здравствуйте. А я прям меда взял эту. Такую прям нормальную пластику. Там, наверное, килограмма два, наверное. Ого. Он же мед тяжелый. Она вот такая вот штука. Я славе насыпал, он говорит, вкус. Ты пчела, я пчела. И поэтому, видишь, так как мы ехали со скалах, я думал на почту что-то отправить, а потом что отправлять, когда еще надо в два места ехать. Слушай, я посмотрел просто случайно, я летел в самолете когда, открыл журнал вот этот, который полярной авиалинии. Я там, короче, нечаянно наткнулся на стоимость билетов полярных авиалиний на официальном сайте. И когда я увидел этот со скалах, я такой думаю, слушай, а Володя-то серьезно на бабки попал. Ну да. Я так глянул, в одну сторону он что-то там 29 тысяч, что ли. Да? Да. Это получается 60 тысяч. Больше. Это у них такие вот в журнале. На самом деле цена, если туда-обратно брать вот сейчас, да, это будет порядка 70-75 тысяч. Хрена себе. Я бы, наверное, не смог бы вытянуть этот проект, если бы не было скидки вот этого 50%. Мы купили туда-обратно за 38. Когда Слава говорил, акция это была? Да, да, да. 50% скидка мы купили, по-моему, за 38 тысяч туда и обратно. Я бы, ты чего, не вывез бы этот проект. И тогда еще прям все так надо было решить моментально. Слава мне 22-го позвонил и вот сообщил в феврале. Акция до 23-го. Хорошо прям, да, следует. Хорошо прям, да Слава? Субтитры сделал DimaTorzok